Я нахожусь на аэродроме Орешково В преддверии Нового ученого года Хочу вам пожелать успешной учебы, успешных достижений Двигаться только вперед с мечтой, к цели, которую вы себе наметили Творите, дерзайте, берегите себя Больше обучайте себя, потому что она пригодится в этой жизни Как бы и не было в этой жизни, только вперед Здравствуйте, меня зовут Игорь Скикевич Первый русский парапутешественник, экстремал Альпинист в адморитной коляске И человек на позитивы Мне было 42 года в полном расцвете сил У меня уже должен быть второй брак в жизни Готовясь к свадьбе Жили, мечтали, планировали Строили планы Готовились И простываем Буквальный грипп Обратился в частную клинику Но лечение пошло не по тому пути Естественно, инфекция осталась внутри И стала развиваться Пошло заражение организма И пошло потом заражение спинного мозга И так как заключение было совершенно другое от истины И которое привело не к правильному доличению А к катастрофической такой ошибке Что пришлось, спинного мозга разорвало Шла гангрена Заражение было 5% тела Из активного человека Мое существование превратилось Полностью Лежащего овоща Плюс допустили еще пролежние обширные Я заживлял пролежние 13 лет Я боролся с ними Это было 13 лет в воду Знаете, я когда радовался Когда я стал запуск на кровать Я понял, что я буду сидеть в кресле Для меня это было такое счастье Вообще, чтобы сидеть в кресле И чем лежать полностью лежачим Не просто лежачим А полностью вот такой скрюченным, скованным То есть, когда ходишь под себя Когда ты думаешь, что для меня будут огромнейшие Знаете, вот прорывом Когда я сяду в коляску Чтобы я чувствовал себя хоть по крайней мере сидячим Для меня это было, знаете, как эврест Чтобы добиться этого И я просто, вот у меня В какой-то степени себе внушал Я занимался капитальным аутотренингом Сила мысли, она делает чудеса на самом деле Я всегда такая мысль мне подтачивала Интересно Когда я попаду где-то на медитаем Вот, где-то я буду куда-то Мне добраться нужно Как я буду принимать решение Что я буду действовать Как я буду действовать Что я буду делать, так, я говорю И вот в 2015 году Весной Показывают новости Это конец марта был, как помню Показывают, как проносили Олимпийский огонь Во всей стране Все, во Стополе, до Камчатки И до Курилл Передали И это прям в целую эстафету шла Вся Россия несла Олимпийский огонь У меня сильная такая мысль Мониторию по интернету Интересно, а кто-то пронесет флаг победы по стране 70 лет победы Ветеранов уже мало Я звоню краеведу Сашу Саша Делаем карту Мы за ночь делаем карту Я собираю точки, где я буду проходить Начали взял Волгоград, Москва Потом так, ну Питер Это нельзя его проходить мимо Курская Дуга Где страшнейший бой Воронеж, да Севастополь И мы давай вот так вот маршрут Делать Выстраивать Вот мы начали в 10 часов вечера К утру мы выстрелили этот маршрут И получилось буквально до Владивостока 18 тысяч километров Вот и есть такая книга 20 тысяч миль под водой Да, и 20 тысяч Как это же полземного шара Не хватает Елки-палки, сахарин Ну там авто не проступишь Да, ну и что Самолетов туда Там на машине пол Соколина Как раз 50-й параллель Где проходили бои Сильные бои Страшные были бои с японцами Когда мы освобождали Юг Соколина Надо до туда дойти До 50-й параллели И потом Как раз мечта Добраться до края света Поднять флаг победы Все И как раз получилось В итоге весь маршрут 20 тысяч километров То есть позванного шара Флаг победы Вешаю На коляску сзади Две сновки Одно с питанием Другой с вещами И рюкзачок С ноутбуком Ну и такие Принадлежности Да Вот с этим я добирался до Или кто-то мне подвозил Или таксисты подвозили Что интересно Практически таксисты не брали деньги Когда узнавали про экспедицию Я плачу Или брали только на топливо чисто Потому что они когда узнавали Что я собрался идти Да Курил Он говорит Мужик Какие деньги с тебя Я добирался на край города Там я начинаю действовать Вот стою сумки возле меня Ходунки Рюкзак И вывеска Вот люди останавливались А что такое Что за акция Спрашивали порой Я говорю Вот иду Слага Победы Алтагодрога Сейчас до Севастополя Дойти нужно Потом От Севастополя Дальше Иду по Крыму Объясняю И мне приготовлены открыточки Где карта Маршрут уже Все был сделан Да Мой маршрут Именно города Именно Прямо Которые я города Прописал Все И все эти точки Прошел 65 городов И 5 гиграфических точек Кроме 70 местных Посетил Как раз в этом моменте В экспедициях Проверялся мой организм Проверялся как раз Как недуг Борется За выживаемость Как недуг Даже сам организм Борется с недугом Я когда приехал Санкт-Петербург И в это время В такой степени У меня еще продуло Капитально У меня полностью Всего сковало Вот 9 вечера Вызывают скорую Чтобы меня немножко Расслабили Потому что спасти Как судорога Все у меня как сжало Так вот все Скорая приезжает А мне же завтра Уже надо выезжать дальше Все у меня каждый день Был дорог У меня на счету Вот Потому что уже запланированный Определенный день То же врачи сказали Ну его как минимум Дни 5 А Наташа Она говорит Знаете уже у меня Как я добираюсь У меня уже Она такая смеется Говорит Да он завтра уже поедет Вот я верю Скекевича Говорит Я уже в 7 часов утра Я вот до такой степени Я себя внушаю Кому-то надо встать Все Вот этот весь приступ У меня за ночь проходит Тогда была задача Почтить память Морякам-подводникам Всем кто погиб В Великой Отечественной войне Обучить флаг Победы Выдрузить его Под водой Так скажу Не опустить А выдрузить Под водой Да И почнуть память И тогда вот У меня возникла идея Придавать Чтобы коляска Перемещалась Под водой То есть и колеса Которые у них стоят Я их придумал Как они как раз И действуют Как крыльев самолета Я включаю Двигателя Как видно на экране И могу перемещаться Теперь Проводить экскурсию Пока не кончится Аккумулятор Пока не закончится Пока еще на кислород Так я не просто Изобрел На ней можно Делать И все фигуры Высшего пилотажа Бочку делает Кобру делает Пирю Нестерова делает И военные летчики Меня окрестили Первым подводным Пилотом Мои мечты детские Стали исполняться В 50 лет И я говорю Спасибо коляске И спасибо Ну как Это конечно Как бы Звучит Как бы Ну Не кавязно Как-то Как-то Можно говорить Спасибо Инвалидностью А она меня Вылепила Другим Инвалидность Мне дало Посмотреть на мир Другими глазами И я стал Больше Лучше Ценить жизнь Я стал ценить Каждый день Да Теперь Я раньше Заработаю бегом Работа за мной бегает Мне не хватает 72 часа в сутки Мне хочется столько успеть сделать Хочется столько всему научиться У меня жажда к знаниям Так проснулась капитально В 42 года Ну уже в 43 вернее Да Когда я понял Что у нас мир безграничен До такой степени Разнообразен Дело в том Что альпинист Вот у меня созрел тогда Я понял Когда Вот И на высоте Во-первых Человек вообще Так устроен Люди устроены Многие Да Тянулись к шашу Я побывал Больше сложностей Больше Уже Больше 120 городов Мне очень хочется побывать На острове Сумшо Побывать хочется На Камчатке Мечта Побывать Вот как раз Где самые крайние точки Нашей невятной родины Вот именно Побывать в Бресте Мечтаю Очень хочу Поклониться Да Нашим Ветеранам Бойцам Погибшим Хочется побывать Подняться И опуститься В Гуамское ущелье Оно 200 метров Это вот Для меня Я вот готовлюсь к нему В этом году Нешко не успеваю Потому что проект Перешел Нешко в другое русло И я Гуамское ущелье Я оставил на будущий год Вот хочу побывать В Мурманске То есть По крайним точкам Сельского края На Надыре Очень лично побывать Вот мы С Дежнего Это вот те точки Где наши Величие русские путешественники Проходили В прошлом году Я побывал На самом южном острове России Остров Фуругельва Ждут меня В Сибири Ждут меня На Байкале Ждут меня За Байкале На космодроме Восточный В Приморском крае И на Сахалине Мозг у нас еще не изучен На 90 с лишним процентов Там такие чудеса в нем творятся порой Поэтому я представляю Сколько еще в себя найти бы Сколько еще было время дополнительное Сколько там интересного Еще можно чему-то обучиться И на самом деле Я уже себя порой блокирую Когда закрою в интернет Где мастер-классы интересные И те же самые детские Творческие мастер-классы Мне так хочется Что-то делать У меня красок Только разных видов Больше 100 килограммов Рисовать костю Но некогда Сейчас моя миссия Пока Детей поднимать Вдохновлять Чтобы они созидали Творили Любили Действовали И шли вперед с мечтой КОНЕЦ КОНЕЦ